Добрый день, дамы и господа. Итак, давайте коротко и по делу. Выформил пропавшую надежду, влил в нее еще 4 таких же. По времени у меня ушло. Это были адских двое суток. Почему? Потому что у нас что получается? Из всех запчастей легендарная, или как тут называется, великолепная, не падает от слова совсем. Если здесь ты проходишь миссию раз, два, три, где-то за 3-4 прохождения, тебе падает кусок. То здесь я проходил миссии 20-25, наверное. Это просто адская сатана. По времени очень долго. Миссия тоже, ну не сложная, но бесит. Длинная миссия. Вот, неприятно. Формить куски почему-то золотые очень долго. Итак, поехали. Что из себя представляет пропавшая надежда, полностью улучшенная? Что она делает? Она при атаке по отравленному врагу наносит ему 10% дополнительного урона огнестрельного, плюс также у нее есть вероятность срабатывания взрыва. Изначально это 30%, потом становится 40%. Дальность у него, у радиуса взрыва 3 метра, становится 6, и дополнительный урон, не помню сколько было, но стало 75%. По итогу, давайте сразу так, по чесноку скажу. Формил я эту пушку ради синергии с Фрейной, потому что, ну, как бы мне Фрейна нравится, играю ей, мейнюю ее и все такое. Так себе персонаж. И оружие у нее вот это вот тоже так себе, несмотря на синергию. Почему? Во-первых, некомфортно с него стрелять. Изначально у него минус 35% для стрельбы от бедра и от прицельной стрельбы. Сейчас при влитых 4 пушках стало минус 20%, минус 35%. Короче, с костили мы кое-как. Все равно носит как собаку, по селу неприятно стрелять, ну, типа модами можно подровнять, я подровнял, но потом моды покажу, не суть. Атака у него не вырастает от слова совсем. Как была 10% на первом уровне, так и остается. Лучше оставьте себе 10% ну, вот эту вот пушку. Пускай там будет немножко у нее больше отдачи, но в остальном ничего не изменится. Как было плюс 10%, так и остается. Бессмысленная трата просто двух суток. Пушка каловая масса. Вероятность срабатывания нарисована у нас 40%, но по факту там процентов ну 15. Может быть 10, 10-15, 10-20. Где-то так. И явно не 40% от слова совсем не 40%. А взрыв, который происходит потом, и яд, который кидается на мобов, он крайне неэффективный и крайне слабый. Ну, ты его просто не ощущаешь. Он там дамажит где-то 9000 каких-то сраных там. Не видно этого всего. Вот, поэтому по времени фармить. Дело не в том. Все жалуются на эту пушку, то что пропавшая надежда очень трудно фармиться. Очень много видел комментариев. Выформил с горем пополам. Фармил, нервничал, матерился, выформил. Для синергии с Фрейной, ну типа плюс 10% по отравленным врагам. Окей, можно найти любую другую пушку с каким-нибудь перком, который даст вам, ну типа, я имею ввиду великолепное оружие. Которая, та же грозовая клетка. Гораздо и гораздо эффективнее, чем вот это вот все. 10% ну окей, ладно. Единственное, что хорошее. Но не тратьте время, не фармите 5 пушек. Я вас умоляю, просто нервы себе поберегите. Я перегорел немножко после этого. Дальше, по модам, что у нас в пушке. У нас плюс 10 идет от пушки по отравленным врагам, плюс проводник яда, плюс 22% огнестрельного урона по также отравленному врагу. Ядовитая атака, это так, для красоты. Сила крита, шанс крита, сила атаки. Все, больше ничего не требуется от слова совсем. Вот это вот добавляет ядовитую атаку. Я сделал только для того, чтобы оружие отравляло противника, когда у тебя, допустим, перезарядка скиллов. Когда нету отравленных, чтобы оно там нет-нет до кого-нибудь отравило. Но, в чем прикол? Типа, когда ты уже уходишь на какой-никакой хай-энд контент, у тебя перезарядки скиллов, ну как бы, нету. Вот у меня лужа бьет, 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 вот она откатилась, вот новая лужа. Ну, то есть, вы всегда будете стрелять по отравленным врагам, абсолютно всегда. Плюс там на тебе еще гнилостная броня, когда тебя бьют, они заражаются, то есть, у тебя всегда будет плюс 10%. Вот этот шлак, кошмар, сюда не ставьте. Еще я ставил это, когда висельника убивал, по нему урон идет от яда. Дальше у нас что? Урон, сила крита плюс 52%, минус перезарядка. Вероятность попадания, шанс крита. Здесь у нас атака плюс 30%, отдача плюс 10%. У нас мало, конечно, отдачи, мы еще себе, короче, отдачу накинули. Но плюс 52%, плюс 30% к атаке. Здесь у нас атака огнестрельного оружия плюс 28%. Здесь у нас урон крита. Здесь у нас, ну, это я забил 5 энергии просто, из-за того, что у меня койпера маловато. Я койпером особя, особя, не формлю его, скажем так. Вот, ну, постольку, поскольку. Когда требуется, тогда формлю. Сейчас нужно немножко будет докачать просто эти слоты. Здесь емкость магазина, она, в принципе, не нужна. Итак, это по мадам. Что еще хотел сказать по поводу предыдущего видео, где я делал обзор грозовой клетки. И умные люди сказали мне, смотри, он сделал крутую пушку, влил в нее 4 квадратика, а перки на ней не наролил. Я, ребят, писал вам всем в карман со своего мощного, как с утра потоком, вот таким, знаете. Я не вижу, как бы, разницы от того, что ты вставишь ее сейчас, или ты вставишь ее попозже. Или ты вставишь ее в промежуточном состоянии. Или кому-нибудь из вас бы вставить было бы неплохо. Без негатива, конечно. Вот. Пушку в итоге я не рекомендую. Шанс срабатывания отравления у нее маленький. Пожалуйста, просто прошу вас, не тратьте свое время на это оружие. Вполне можно выбить, сделать одну, сделать одну такую пушку. И дальше ее не прокачивать. Потому что ничего не изменится. Типа шанс отравления, шанс взрыва 40%. Мы по отравленным врагам, да. Сейчас я не кидаю скиллы только ради того, чтобы, как бы, хочу словить отравление и показать просто, как они взорвутся. Вот предыдущих два моба, они были с отравлением. Отравление. Это уже три моба не взорвалось. Отравление не взорвалось, отравление не взорвалось, отравление не взорвалось. Ну и отравления не было. Но в итоге, в итоге, он отравленных, я говорю, там не 40%, там 5%, наверное. Ну, по-любому нет. И даже, и даже, знаете, еще что хочу сказать. Если. А, ничего не хочу сказать, ребят, уже все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пушку не рекомендую, не тратьте свое время. Болею за вас, переживаю и хочу, чтобы все у вас было хорошо. Вот такие дела. Ну, короче, из семи мобов отравленных ни один не взорвался, да. Да, можно, конечно, продолжить это видео ради интереса. Если кто-то, конечно, досмотрит это дело до конца, мы можем дождаться взрыва. Хочу показать вам, как происходит взрыв. Просто сам по себе. Отравление прокнуло, он не взорвался. Отравление прокнуло, он не взорвался. Отравление прокнуло, не взорвался. Ну, типа, как видите, они не взрываются. И даже если. И даже если они взрываются. Какая разница. У вас плюс-минус, если нормальный билд, у вас безоткатные лужи. Безоткатно кидаете и ту лужу, и другую лужу. У вас всегда противники отравлены. Вы всегда наносите по ним увеличенный урон. Короче, по поводу взрыва, взрыв кал. 10% урона. Единственное, что вы получаете с этого оружия. Больше вы с этого оружия не получаете ничего. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пойду ролить. Запущу стрим и буду ролить на нее перки. Все, ребят, всех обнял, приподнял. Всем спасибо за просмотр. И до свидания.